Если так вкратце объяснить, это ребёнок, который, как вот со стороны окружающих, это невоспитанный ребёнок. То есть мы кричим, руками махаем, кусаемся, визжим, всё берём подряд. То есть вот это вот, я почему и говорю, что в первую очередь это коррекционная работа. То есть чтобы ребёнок понимал слова «нет». Это окружающим дети-аутисты кажутся невоспитанными, а родители могут попасть под их влияние и порой не в силах контролировать агрессивное проявление болезни. Но самое странное, что диагноз «аутизм» в Балакове не ставят, а при проведении комиссии таких детей называют «ментальниками», имеющими психологическое заболевание. Но родители детей «Дождя», как ещё называют аутистов, начали активно бороться за то, чтобы вещи назывались своими именами. Ведь от этого зависит и дальнейшее лечение. В данном случае помогают лишь коррекция и реабилитация. Из аута, у нас так говорят, вывезти из аута, то есть чтобы быстрее вывезти в соцсо. То есть это так же элементарно. Застегнуть ботиночки, застегнуть пуговку, кушать, держать. У таких, как правило, детей нет речи изначально. То есть или она пропадает, или её нет вообще. Вот как у моего ребёнка, её нет вообще. В последние два года родители особенных детей объединились, и в этом им помогают социальные сети. Дело в том, что некоторые мамы годами могут не выходить из дома. Аутистов нельзя оставлять одних, а в общественных местах такие дети порой очень шокируют окружающих. Поэтому родители опускают руки и решают, проще оставаться дома. И многие не знают о том, что ранняя диагностика и реабилитация могут научить ребёнка понимать слово «нет». И, конечно, информирование людей больше, чтобы это было. Потому что, вот, допустим, мы сейчас с дочкой здесь прогуливаемся по магазинам. Нас уже знают. А, ну, там, всё нормально, даже не реагируют. То есть памятки, чтобы были, памятки для родителей, с чего начинать, куда идти, к какому специалисту обратиться. То есть вот этого очень мало. Мамы, знаете, вот они нам ставят диагноз, мы как котята. То есть слепые, нас вот бросают с этим диагнозом, и всё. Я полтора года была в шоковом состоянии вообще от диагноза. Благодаря социальным сетям мамы объединились и начали приглашать специалистов для обучения детей. Сами родители тоже проходили необходимые курсы. Есть результаты, почему бы, ну, как-то не объединиться. Ну, очень тяжело объединяются. Объединяются очень сложно, потому что это нужно опять доказывать, доказывать, доказывать. Честно сказать, у меня нет сил доказывать. Единственное, я что сказала, что для своего ребёнка я сделаю всё, что нужно от меня зависящее. И я уже достигла очень больших результатов. Мне просто жаль тех детей, которые действительно в такой очень сложной ситуации, и родители в Скорлупе. В Скорлупе я называю то, что они замкнуты, они в депрессии. Они не знают, не могут найти выхода из этого. И нет специалистов, которые могут помочь. Естественно, мы, объединившись родители, кто-то уже отучился на дистанционном, кто-то ездил на модульные, кто-то так. Мы получили, у нас у каждого практически родителя есть уже какой-то модуль образования. Кто-то аватерапист, кто-то Эйби, кто-то тематист. Ну, есть такие диагностические, которые, они невозможны всем. Это достаточно глубокое знание. Но начальная база, начальная стадия, мы к этому пришли. И мы пришли в том плане, что мы можем своих детей показать. И активные мамочки решили, что нужен свой реабилитационный центр. Для этого им выделили муниципальное помещение, где сейчас вовсю идёт ремонт. Родители делают его своими руками на средства неравнодушных балаковцев. У нас есть те люди, те дети, которые действительно нуждаются в нашей помощи. И если не мы, взрослые, то никто не придёт и не поможет этим детям. Естественно, мы вынуждены просить. Мы просим. И неоднократно я обращалась к руководству. И вот опять же хочу к депутатам пойти. И писали приёмную везде, что, пожалуйста, помогите нам открыть до конца вот это всё. Здесь работы очень много. После того, как диагноз «аутизм» стали признавать, государственные структуры тоже подключились к организации реабилитационных центров. В Волоковском центре «Семья» сейчас работают с экспериментальной группой в специально оборудованных кабинетах. В этом году мы уже практически треть оборудования закупили. Мы проводим обучение наших специалистов, нашего оборудования, получаем сертификаты. На сегодняшний день мы уже отрабатываем и опробируем некоторые наши технологии, которые мы обучились. Но системно мы уже будем реализовывать данный проект в следующем году. Но уже у нас есть, чем что показать и уже чем даже удивить. На организацию этого центра был получен грант от Фонда поддержки детей. Поэтому здесь появилось необходимое оборудование. И поскольку это оборудование уникальное, единственное в городе, то в семье составляют списки из тех, кто нуждается в реабилитации. Есть определенная очередь. Потому что, например, даже взять вот этот автоматис. У нас один человек только, специалист, обучился данному курсу. А родители очень много желающих пройти данный курс, данный метод. Из-за этого мы не можем охватиться. Как бы получается, одно занятие у нас проходит два часа. Вот день может принять четыре ребенка, специалист. Специалист берет на первый курс, это две недели, потом уже идет по месяцу. Если мы видим, что он уже начал произносить какие-то слова, если мама просит о том, что давайте поработаем на слуховые какие-то эффекты, специалист уже проводит с ними, именно включает на слух. Из-за этого у нас сейчас на томатис порядка 18 человек на очередь. Занятия в центре семья бесплатные. И каждая Балаковская семья, в которой воспитываются особенные дети, может встать здесь на учет. И родители, которые регулярно приводят сюда детей на занятия с психологами, дефектологами и другими специалистами, видят результаты. Результаты? Речь пошла. Обращенная речь. И это самое главное для нас. Ребенок стал понимать, что от него хотят. Стал понимать, что мы хотим, и дает нам понять, что от него тоже он хочет. Вот это вот самое главное. Развитие таких деток идет по особенному пути. Зачастую из них вырастают талантливые спортсмены, творческие личности, художники и поэты. Но такое возможно только при поддержке и понимании взрослых. И сейчас в Балакове, судя по всему, взрослые осознали, что есть такие особенные дети, аутисты, и что им нужна помощь.